здравствуйте товарищи моя команда сборе здравствуйте здравствуйте вот так но если друзья сегодня презентация в том числе будет тимофея качестве уже практикую садовода вы будете удивлены на что способен 7-летний ребенок вот и продолжаем так лекция номер 30 значит в эту фотографию была сделана на утро мы с вами 27 встречали 28 апреля вот так выгляделся яногорск так потом пойдем смотреть дальше прошла еще неделя эту фотографию делал вчера тут не подделаешь видели эту фотографию я делал сегодня утром ой где же она забыл так сегодня утром да ладно вот следующий раз покажу не поверите тут было минус 6 уже но я сразу скажу что пока оснований переживать за урожай именно абрикосов нет микроклимат заключается в том что когда здесь было минус 5 у меня было хуторе я быстро опросил всех бедрах вода замерзла бочках нет это минус 2 означает так и в общем то похоже пронесло и так хотя ночь была такая же ладно я вот эту фотографию сделал сегодня и предоставляю на ваш суд персиковый абрикос я от него жду чудо он с юга украины с сирсонской области привезет мной величинку на заднем на дальнем плане и культурный абрикос и королевские академики амуры они чё спят они абсолютно живые почки все живые даже светочие но разница уже намечается кто его пылить я не знаю посмотрим ярко чудо почему видите в 2011 году могу на год ошибиться память я привез с этого дерева абрикосы на московскую народную конференцию в которой меня нет и со скандалом а молча включили микрофон и прогнали показали на дверь отказались показать фотографии те самые которые сейчас украдены больше чем с сотней плодопитомников им это было не интересно так а там я привез и байкала привез я привез вот эти но они были все зеленые 13 июля состоялся то есть я снял их 1 июля и повез на поезде москву восемнадцатого я их показал примерно восемнадцатого то есть минус один день на выставке на выставке действительно привезли старались привезли то что было в июле больше ста сто шестьдесят по-моему учреждений научных вот и было много вишен и череша абрикосы должны были быть там раньше я же привез полузеленый байкала привез такие же полузеленые они больше не привезли похоже их просто нет не то что тщательно скрывается вот но похоже король гол никто этого не замечает и вот они эти я приехал и последние два сфотографировал вот и вот это вот чудо да жду почему писать себе что вот от этого первого урожая и да вот этого предполагаемого урожая если будет кому опылить его так прошло где-то семь восемь лет без не безнадёги чуть не сказал безнадёжного ожидания и попыток то все равно я не оставил такую попытку следующее будет сделано завтра знаете на свете существует только два моих ученика которые имеют дипломы это сергей железов агроном и юлия матвеева то ли агроном то ли в общем университет закончил который у меня прошли практику один выпускник так до сих пор по-моему из тысячи десятков тысяч не посадил и не вырастил ни одного дерева и даже попытки не делал у нас их принято а третье завтра начинаю учить плевать начинаю с этого самого абрикоса вот третье тоже агроном закончила этот как же называется аграрный университет и это мой третье ну многовато ой поговариваюсь по фрейду до россии вообще-то нет маловато идем дальше теперь когда-то он вырастет смотрите презентация сергея тимофея как будущего садовода посреди насколько он серьезен посмотрите когда мы подошли саженцу который надо пересадить он тут же начал позировать он уже в сотнях фотографий он уже как бы часть учебного процесса вот и я вас прошу чтобы где-то рядом ваши детишки бегают пусть тоже посмотрят с чего начинается садовод 7 лет активно уже работает два года научился уже пилить но хотя это дело не самое трудное и так саженец трехлетний растет под огромным деревом вырос пюро сеянец жердели я на сеянец жердели привел черный абрикос и то и другое с юга жердель терпит ширость вот и я ее сказал Тимоша это будет твой первый саженец полностью посажен твоими руками немножко помогал ему копать тердая почва вот он так выглядит вот так видели это не шутки это будущее в генах останется меня же понимаете в семь лет восемь девять мы со школьными селями каждый день рождения Ильича садили деревья а потом куда я на риск а в тридцать четыре года тридцать пять и взял лопату в руки секатор поняли откуда вот я хочу чтобы он повторил мой путь еще глядя на этого ребенка я давно хотел сказать следующее понимаете укажем свою судьбу вот я не вызволю чего себя нет я хочу просто сказать недостатки которые переходят достоинства и так сельская школа маленькие классы мало учеников рядом военный городок вы сельскими детьми учимся в одних и тех же классах мы учим русский и украинский язык мы учим поем песни рвета стол найдем широкий широкая страна моя родная вот так я и остался разделился ровно пополам русский украинец так вот самое главное что я ученик первого класса сидел рядом с участниками третьего класса когда перешел второй класс рядом сидели ученики четвертого класса почему не так не 1 2 3 4 а почему 1 3 3 4 ну как вы думаете мои мозги отдыхали когда рядом третьеклассники учились вот я не сторонник ускоренного обучения сторонник того чтобы это особый разговор в общем не тому учат не так учат и из девяносто пяти ста денег выпускному классу почти все становятся ну сейчас вроде идиотами я их вижу на улицах часто обкоренных разных вот но если даже еще и не обкоренные то уже тут 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 ну уже все усилительные процессы наверняка уничтожены школы идем дальше вот дальше масти вашего тережку высыпали обыкновенная земля набрали поглубже не поверхностный слой где огненный процесс обратно поглубже вот он и шарниц вот это теперь тимоша посадил своими руками притоптал спорят до сих пор то что такое одни говорят нельзя притоптать другие можно вот глупости какие то так вот притоптали вот здесь рядом кусочки дерна я специально оставил их наверху видите вот один кусочек и другой это когда он выкопал ямку а я еще и своей силы бы не больше немножечко углубил дерн хотя я считаю это у меня девочек у нас мало снежье и вот здесь больше земли не надо так а допустим жителя томска омска именно вот такую до полуметра но очень пологую то есть ему пришлось не одну тережку как мы опять 7 тележек вот и центр опять такая же ямка то самое только почему потому что там всего больше попробовать почему я тут не боюсь почему у меня небольшой покат а потому что жардель не боится черный абрикос не боится сырость черный абрикос это почти алыча вот в смысле гибрид алычи с абрикосом поэтому сырости не боится что зачем мне лишние тележки сюда возить ладно это еще не все полив вы вспоминайте этот я всю жизнь буду вспоминать уже но по крайней мере еще не в одном фильме когда женщина сотрудница крупнейшего питомника чтоб я не уволили я не называю какого крупнейшего сада питомника хотя начат сада я сомневаюсь разве можно ее методами вырастить сад как-то саженцы делают хреновенькие но делают и она потом взяла его посадил я рассказывал я это буквально издевался над ее посадкой вспомните гора битых кирпичей вот чего-то только не было вот и вот значит когда она вставил туда садин сказал неделю не поливать эти со стула не упал я ну уже предел всему должен быть врачи мы только не научили как убивать но лучше это там можно было не говорить что не поливайте неделю вот я с ума схожу ведь это сотрудник этой крупнейшей фирмы ну а дальше смотрите как тимофей делает обрезку а она резала тут на кольцо видите тик 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 вот эти вот тик 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 то есть она калечила саженец вот теперь тимошка отрезал один он не очень такой саженец роскошный но он рос в тени ему нужен простор вот я нашел для него место мне прислали эту яблоньку я привил вырастил получились плоды размером меньше куриных вот невкусные бывает я последние годы отказываюсь принимать посылки с ними чужеродными уже свои не знаешь куда девать вот он небольшой саженец его растений видите как отрезает 1 отрезает 2 отрезает и поставил 3 вот таких огрызка еще не все вот отрезает боковую ветку почему я оставил боковую ветку она выглядит лучше всех мне хочется раньше времени увидеть плодик до пересаживания все-таки это рука не поднялась должен вот тут отрезать и вот тут у меня жестокого человека который говорит да режьте при пересадке не выдержали нервы немножко режь тут а надо было тут потом он последнее движение привязал а то что получился двойной жизнь подскажет что будет дальше вот не спешу я целиком отрезать целиком то будет страшно рано так ну вот пожалуй все тимоши вот свое дело сделать теперь он умеет садить представляете не умеет садить выпускники вузов семилетний ребенок может читать лекции я добьюсь этого что 10 лет будет читать лекции это у меня пересаженный двумя годами раньше черный абрикос тоже черный нормально вот с этого такой же будет вас этого такая же будет двумя годами раньше пересаженный смотрите какие обрезал бы здесь вот я духе кольца обрезал здесь и вот здесь нормально прижился, благодаря сильной обрезку он выбросил нормально но он рановато решил плодоносить а что ты его сделаешь ему? попробуй запрети то есть я не стараюсь получить, я говорю дерево должно быть раннее детство но пересадка изувечили кстати пересадка она не всегда приближает по отношению, в чаще случаев приближает но это когда дерево совсем не комфортно в чаще случаев отодвигает я в этом году но потом когда зацветут когда плоды будут еще раз пройдемся не раз по саду по моему пересадил персиковые абрикосы бродского они еще не плодоносили я два отсадил перенес на другое место почему? потому что густо было между ними где-то метр был, полметра вот так косточки выросли но я уже пересаживал какие? те которые наиболее были похожи еще не персиковые но уже не абрикосовые листья вот они стоят на них ни одного цветочка а персиковые абрикосы сейчас я чуть ниже покажу бродского уже зацветают причем раньше всех ну в общем я к чему поглял с ним вы думаете я сейчас через одну выдергивать эти калечи дерева получится 3-4 плодика дай бог если еще опылят сами себя вот что будет не подойду я говорю любому бы руки оборвал то подошел бы к ним вот это вот пример еще нулевкой я их называю только я привел академика который я переименовал курдюм у них отличительная черта видите вот это вот за зиму они меняют полностью окраску их ты не спутаешь ни с кем вот а они взяли и начали расцветать цветы если вы их оборвете раны сделаете я просто сниму их учебные братья богу не подходите к нему не будет у меня есть тысяч абрикосов вот так вот зацветающих это просто говорит о том что прививка удачна что прививка сделана правильно грамотно и отсохнуто все ни одного сути чтобы у меня появился вот за всю жизнь несколько груш и яблонь сразу возникали я вам показываю мы все покажу когда они вот так ведут себя это самое тут еще ладно тут три почки а представляете на яблонь ни одна почка дает и крупный прекрасный плод еще ростовой побег здоровый отличный вот тогда-то у меня случаи реча еще один на тысячи такие случаи по отношению именно прививок вот тогда-то это было главный весомый козырь моего моего селекционного клавирования у почек ростовых есть половые клетки у почек ростовых есть половые клетки хохот в академическом зале продолжается помните я вам рассказал это с этого симпозиума в Иркутске ролик мне прислали все наглядно сотруднику ученому сотруднику как он называется ботанического сада дает передает записку там написано как в отношении к тому что железо увеличит морозостойкость или там как сказать делает морозостойкость ответ научный мир так не считает вот бы его мнение услышать ну другое бы тот тот написал крикал бы это а ваше мнение тут у меня есть еще пару сюрпризов ждет так Валера здравствуй почему Валера потому что это мой двоюродный брат Юрий Железов написал вот три фотки начало цветения прикосов и стои костик поставил в пятнадцатом году это я дал несколько костик моему другу соседу дородного Никону Борисовичу он давнище садоватлюбителю у него получилась удача чем у меня моя пара что плохо растет еще не цвели короче знаете я вам вот что скажу хотите сколько меня уже надо мной моя родня смеялась издевалась если я кому-то подарю сажен заметьте подарю вот если я кому-то поделюсь косточками червяками своими вот возьмите Чернобаева я же горжусь тем что мы друзья я горжусь тем что 80% его сортов это мои то есть моего сада почему назвал сад дублер я имею право оттуда брать косточки вот у него я имею право у него не просто брать чернки а продавать их зарабатываем на пару вот почему потому что это мое так но это ладно но как у него же нарядный фильм слаще было моей венгерки он привел не на сливы как я на абрикос они получили слаще вы понимаете это же до того здорово и вот это Тимош ты чего телевизор пришел иди в ту комнату Тимош Тимош ты меня не слышишь ты что забыл что вебинар идет выключи я выключу вот вы представляете что творится вы думаете я завидую Чернобаю что у него груши слаще мои получились нарядный нет я горжусь этим я посмотрите а на что он привел это же расширение эксперимента и вот получилось смотрите 2015 год и у меня в 2015 посажены косточки Бродского они зацветают так а вот мои косточки которые оказались где в Костромской области видите кстати тут даже а фотографию в 2019 году вот пожалуйста вот можем если захотим бросили посажены правильно ничего себе не случилось то что то то что Продолжение следует...